Аплодисменты Уважаемые жюри, уважаемые участники Хакатона, свидетели блокчейна, разрешите представить нам наш проект. Проект мы назвали Repetational Security. Существует огромная проблема с приемом платежей от... Многие интернет-магазины отказываются принимать платежи в криптовалюты, потому что невозможно проверить, насколько эти платежи, насколько эти деньги чисты. То есть нет ли в ней какой-то криминальной замешанности. Мы подошли к этому вопросу следующим образом. То есть у нас применили оригинальную концепцию, которая позволит в некоторой степени эту проблему решить. Мы создали некий сервис, который позволяет создать репутацию для пользователей. То есть пользователь, приходя в магазин, обращаясь за какой-нибудь покупкой, либо обращаясь к какому-нибудь сервису, где он хочет оплатить услугу, отправляет к нему запрос. Сервис выдает ему команду, что укажите, пожалуйста, кошелек, с которого вы хотите совершить свой платеж. Юзер указывает свой кошелек, интернет-магазин при помощи нашего сервиса проверяет, действительно ли можно с этого кошелька принимать платеж. То есть мы реализовали это следующим образом. Мы выпустили некие репутационные токены, которые дают возможность при помощи верификации указать, действительно ли этот юзер, можно принимать от него платеж или нет. То есть это некая черная метка и некая белая метка. Что мы в итоге реализовали? У нас сформирована оригинальная концепция комплексной антифрод-системы, которая хранит данные в блокчейне Waves. У нас нет никаких баз данных, вся информация хранится в блокчейне, любой пользователь может проверить данный кошелек на серость, либо если он состоит в черном списке. То есть реализован метод верификации клиента с использованием плагина от Waves Keeper. Реализован юз-кейс тестовой технологии Smart Assets. То есть мы применили Smart Assets, которые позволяют, если токен начислен юзеру один раз, он с ним не может ничего сделать. То есть он в аккаунте сохраняется, всегда можно проверить, получал ли этот юзер черную метку, либо не получал. И реализован метод первичного выявления филированности кошелька с блэк-листом. То есть сделан некоторый анализ. Мы сделали это, чтобы глубоко не удаляться, мы анализируем последние 30-100 транзакций, которые проверяют, взаимодействовал ли наш кошелек с черным листом. То есть что мы сделали в итоге? Клиент, который хочет себя верифицировать, который хочет сказать, что я белый, пушистый и хочу пользоваться вашим сервисом. Он при помощи WSI проходит верификацию. Он вводит свои данные. Есть определенный уровень верификации. E-mail, personal ID, телефон, можно все что угодно сделать. Отправляет этот запрос на наш сервис. Наш сервис анализирует его, вводит и выдает ему токены. Токены, в зависимости от того, к степени его верификации, токены могут быть... Мы сделали, что за каждый уровень верификации два токена начисляются. То есть у нас может быть клиент верифицирован на 20, на 40, на 100%. Дальше. Что происходит? Интернет-магазин, зная адрес, с которого будут производиться транзакции, вводит, проверяет его в блокчейне. В блокчейне выдает информацию, есть ли у него черная метка или нет. Если есть черная метка, соответственно, взаимодействовать с этим кошельком категорически не рекомендуется. Если нет, если есть белая метка, значит интернет-магазин сразу видит, что наш пользователь верифицирован. Он видит уровень верификации этого всего. И есть некоторые пользователи, которые не хотят себя верифицировать. Мы тогда анализируем при помощи нашей системы, анализируем, взаимодействовал ли этот аккаунт с блэклистом. То есть блэклист, это которому уже выдали черную метку. Помимо этого, данный способ, данный метод реализованный, данная концепция позволяет значительно расширить базу параметров для дальнейшего использования ML. К сожалению, я вас перебью, потому что время закончилось. Жюри, вопросы? Как распространяется черная метка, если я взаимодействовал с кем-то, кто имеет черную метку? Нет, вы не получаете черную метку. Черная метка – это из блэклиста, который формируется различными способами. То есть это либо от правоохранительных органов поступил запрос, либо вот у вас есть тоже черный список, который сформировался в Waste, и мне тоже можно выдать черную метку. То есть это... Что мне может помешать, например, у меня есть черная метка, она мне... Что мне помешает создать новый адрес, можно туда перенести деньги и заново купить, что хочу? Взаимодействие. У нас наш алгоритм. А, то есть мы смотрим цепочку. Да, мы смотрим цепочку и проверяем последние 100 транзакций. Но их можно сделать больше. Проверяем, не было ли, не взаимодействовал ли этот кошелек с черным листом. А там второй уровень, третий уровень, то есть не взаимодействовал ли... То есть если я создам второй... Это можно сделать, но в вашем времени мы реализовали только первый уровень. Окей, а если... Это рабочий сервис, он работает. А если злоумышленник раскидается своего очерненного кошелька на белые кошельки деньги по чуть-чуть? Это не вопрос. А пускай просто раскидает. Но мы потом опять же смотрим, взаимодействовал ли этот белый кошелек с черным. И тогда уже на страх и на усмотрение... То есть... Да, у них репутация уменьшается. Нет, но у меня в том, что у меня есть черная метка. Я просто все владельцы Mace делал рассылку по... Мы думали насчет этого, это проблема на данном этапе, в принципе... Ну, это уже дальнейший этап. То есть у нас сформированы некоторые параметры данных, которые при помощи ML-алгоритмов дальше можно будет анализировать и выдавать, насколько опасно взаимодействовать с этим клиентом или нет. Жюри, опять же повторюсь, вся информация хранится на блокчейне. Все записывается на блокчейне. Каждый пользователь может проверить, стоит ли взаимодействовать с данным кошельком или не стоит. Давайте поаплодируем команде BadChain. Наша следующая команда называется Equity Charger. Прикладаем на сцену. Ваш тепленький и графон готов? Пока у меня стыд, забирайте. Всем привет! Мы реализовывали проверку на скам-токены. Какая здесь есть проблема? Очень трудно отследить скам-токен или не скам. И мы пытались выявить какие-то паттерны скам-токенов. И второй момент. Мы также прослеживали цепочку транзакций. У нас уже имелась база по скам-токенам, которая выявила комьюнити. И на основе этих данных мы выявили некоторые паттерны, которые характерны для скам-токенов. Какое решение мы применяли? Мы построили обучающую модель, основанную на случайном лесе, где мы получали по Asset ID, мы с помощью вашего API вытягивали некоторые параметры, название токена, description, сколько было токенов имитировано. И на основе этого обучали модель. Основное внимание мы при обучении модели уделили description, разработали алгоритм анализа текста, то есть выявляли аналог оттенка description. Проанализировали скам-токены, как для них писались description. То есть там довольно часто было характерно, что они обещают выслать бесплатно тысячу вейс, тысячу эфириумов. И все это прогнали через машинное обучение. И также построили базу тех кошельков, которые пересылали когда-то деньги на скам-токены, первичных кошельков. И также проверяли на наличие issuer в этой базе. Это архитектура нашего решения. У нас UI разъем на ангуляре, который общается с нашим API. API делает запросы в обучающую модель по токену по Asset ID и получает скор этого токена. И также мы через базу данных, которую нам предоставили, проверяем цепочку транзакций. Точность модели на тестовой выборке мы разделили 70 на 30 обучающую и тестовую. И точность модели на тестовой выборке у нас показала 91%. И ошибаемся мы, если токен скамовый, мы ни разу не ошиблись, что он не скамовый. То есть мы иногда чересчур надежно определяли. То есть мы могли ошибочно только сказать, что если токен на самом деле не скамовый, мы его могли назвать скамовым. Но не наоборот. То есть наша модель для конечного пользователя надежна. И есть некоторый риск для владельца токена. Это наша команда. Если у вас кто-то демо. Да, сейчас демо. Вот наш интерфейс. Сюда вводится asset.id какого-то токена. Отправляется запрос на нашу API. И выводится score, скамованный или не скам. И адреса, которые когда-то были замешаны в скам токенах. То есть они когда-то кошелькам со скам токенов пересылали в AIS. И также мы реализовали возможность записать это все в блокчейн. Для того, чтобы можно было писать какие-то смарт-контракты, основанные на нашем сервисе. То есть смарт-контракт обращается в блокчейн, проверяет, есть там информация по данному токену или нет. Но также можно в смарт-контракте попросить, чтобы пользователь, который хочет отсылать токены, чтобы он прогнал его через наш сервис и записал. И в пруфах выслал ID этой дататранзакции. Вопрос, Средан, по времени уже так хороший. У меня вопрос. Вы использовали только описание самого токена для отслеживания скам токенов или природу транзакций связанных с этим токеном, в том числе, например, масс-трансферы, которые используют как раз подобного рода токены. Вот природу транзакций мы не успели расширить модель, но мы это понимаем, что это можно ее дальше улучшать. Но мы успели обучить только вот на этих данных описание самого токена, название, сколько было выпущено. В итоге какой фактор наибольший вес имеет? То есть адреса, с которым пополнялись эти аккаунты или description? Ну, у нас как бы здесь экспертиза, можно сказать, независимая. Мы берем отдельно, в модель мы загоняем параметры токенов, то есть description, название, сколько выпущено. на основе этого делаем прогноз скам или не скам. И отдельно мы также выдаем, что работал ли этот токен с адресами, которые были замешаны. То есть для того, чтобы не ограничить, не ограничивать пользователей нашего сервиса, чтобы как раз избежать вот того факта, что могли разослать специально всем юзерам, устроить как я понимаю, вопрос больше про то, какой, по вашему мнению, самая главная фича, которая влияет на скам, это не на скам. То есть это description? Да. Ну, и также отдельно проверяются вот эти транзакции. И этих алгоритмов, которые мы проработали для проверки цепочек, мы их можем дальше расширять на то, чтобы и реализовать вторую сторону задачи, это проверка на подозрительные токены. Еще вопрос, в каком формате сходяется блокчейн языка? Что еще раз? Блокчейн? Тататататранзакция. Татататранзакция. Татататранзакция, понятно, ну что там происходит? Мы записываем ID токена, записываем наш прогноз и адреса, которые мы, ну вот эти террористские адреса. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо за аплодисмент, это мы уже привыкли и повторяем очередной раз. Просьба будет не большая ко всем, то есть во время выступления команды было очень много разговоров в зале. Пожалуйста, давайте вот уважать друг друга. Первое время понимают, там интересно было, сейчас немножко подустали, но все равно неприятно выступать, когда все только переговариваются, общались чуть ли не в полный голос. Поэтому давайте, пожалуйста, уважать команды. Осталось совсем чуть-чуть, вот уже на подходе крайняя команда в треке номер 3, команда The Beers. Приглашаем вас на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники Хакатона, наша команда называется The Beers. Мы рассматривали третий кейс. Меня зовут Иван, моего сокомандника зовут Арсений. И у нас будет немножко похожее на предыдущее решение команды, которая выступала. Но все же мы расскажем. В общем, мы озадачились тем, чтобы найти подозрительные токены на платформе Waves, которые были выпущены. И реализовали алгоритм, который позволяет определить, насколько токены являются мошенническими. И этот алгоритм включает в себя социальный рейтинг. То есть мы смотрим информацию из интернета, если этот токен упоминался где-либо с такими словами, как скам, мошенничество и так далее, то мы уже делаем какие-то выводы на основе этого. и также у нас есть база данных. Мы здесь не использовали блокчейн, я сразу скажу, потому что мне кажется, что это больше централизованная задача. и это должна быть наверное даже часть от системы Waves платформ, кошелька или биржу. Здесь у нас должно быть видео. Да. Вы тоже при видео. Можете включить, пожалуйста, видео. Через VLC там запускать. Можете, пожалуйста, начало видео. Это начало. А можно еще разу? В общем, мы вводим адрес токена и определяем, насколько он скам в процентном соотношении. Да, довольно это видео. Вот скрин каст. Вводим адрес 50% и следующий адрес 90%. Там название просто еще. В общем, вот, мы используем здесь ноды для получения данных, так же, как и предыдущая команда. И, в общем, записываем все в свою базу данных, локально, где мы сохраняем всю информацию. Вопрос. Как вы в интернете, в социальных сетях, или еще где-то ищете соответствовать токены и указания по мошенничеству? Да, мы используем API, поисков, сервисов. Используете имена токенов, description токенов для поиска. Да, также мы анализируем description токенов на наличие каких-либо вредоносных, ну, точнее, обычных сайтов, а потом уже через рейтинг сайтов определяем их рейтинг. То есть, если это фишинговый сайт, то мы сразу помещаем токен как скам. А какая-то машинная облиг-часть там есть для определения или это просто вхождение строк там или какие-то такие какие-то нет, пока нет. Перспективы. Я тебе, такие перфолы, что ты хочешь сказать? Мы еще сделаем такую примерку, что у некоторых бывают имена очень популярных коинов. Там, например, имя токена биткоина или эфириум. Ну, это, скорее всего, значит, что это скам. Ну, соответственно, мы взяли первые 50 из коин маркера и, соответственно, проявляем, что, скорее всего, если название токена соответствует этим первым 50, то он на 60%, ну, у нас составной получается рейтинг, то есть на 60% этот токен скам, ну, и, соответственно, он дальше давайте резюмируем, то есть вы собираете, ищите в поисковых системах, есть ли упоминание, там, вот этот токен скам, раз, вы смотрите, совпадает ли название с популярными токенами, два, какие еще параметры используются? Description, что вы смотрите? То есть, наверное, наличие урла в Description, идете, проверяете, там, свяжем чем-то еще или нет, типа, блок-листед-сайт или нет? Ищем. И вы еще, еще смотрите по базе тех, у которых 100% есть уже другие скам только, да? Так, все, окей, вопрос еще? Вопросов нет. Спасибо большое. С нашей самой маленькой секцией фронт-детектора мы закончили. Дальше четвертый трек, Document the Task Flow мы ее называли. Коротко напомню, в чем было задание. Представим себе ситуацию, что я хочу запустить какой-либо договор с компанией, которая находится на другом конце земли. Как я могу это сейчас сделать? По почте присылать, электронной почтой присылать скам. Продолжение следует...